Особенности сорта ежевики Сорт ежевики Triple Crown созревает довольно долго. Урожай можно собрать в конце июля-августа, на некоторых территориях, недели ранее. Листья растений имеют яркий травяной цвет и зубцы по краям. Стебли культуры мощные, вырастают до 3 метров. Даже на первом году своего цикла развития пабек может вырасти до 2 метров. Плоды образуют совокупность, которая внешне напоминает виноградную кисть. Сами ягоды большие по сравнению с другими сортами, имеют массу до 9 грамм каждая. Плоды сорта круглые, черного цвета, обладают блеском. На вкус ягоды сладкие с легким кислым привкусом и мелкими семечками внутри них. Плоды сочные с упругой мякотью и пикантными вишневыми или сливовыми нотками во вкусе. Спечься на солнце ежевика не может в принципе, а ее плоды не мельчат даже при позднем сборе урожая. Однако культура не отличается стойкостью к холодам или морозам, поэтому зимой ежевику укутывают на зиму. Преимущество сорта ежевики разновидность ежевики имеет ряд сильных сторон, выделить которые можно только посредством сравнения с другими сортами. Итак, ягоды трипл значительно крупнее, чем, например, плоды торнфрея. Сроки спелости плодов, в сравнении с этим же эталоном, практически одинаковые. То есть отнести сорт к ранним никак нельзя. Однако собрать урожай быстрее можно, правильно обрезав кусты, выращивая ягоды в регионах с теплым климатом. Сократить срок созревания можно, создав иллюзию парника. Для этого достаточно просто накрыть растение пленкой или целлофаном. Несмотря на высокую урожайность, отнести кроун к промышленным культурам нельзя. Хотя зачастую его выращивают на продажу из-за крупных и красивых ягод. Главное достоинство ягод – их специфический пикантный вкус, напоминающий вишневый или сливовый вкус. В условиях ближнего зарубежья и в прохладных регионах лучше выбрать другой сорт из-за риска сбора недозрелых плодов. Можно сказать, что характеристики этого вида ягод неоднозначны. Ягоды имеют приятный вкус, крупные размеры и специфичный окрас. Но, в то же время, урожайность культуры средняя и, хотя ее зачастую выращивают для продажи, промышленным растение назвать нельзя. Характеристика куста куст растения определяют как полустелящийся, а иногда даже называют приморастущим. Ветки культуры растут вверх или направлены в стороны. Растет куст сорта активно, отсутствие колючек на его органах упрощает процесс выращивания ягод, ухода и сбора урожая. На зиму растения необходимо снять с опоры или шпалеры поместить в укрытие на зиму. Укладывают стебли культуры еще в начале их роста как можно ближе к земле. Основный уход за ягодами включает в себя удобрение утепления на зиму. Однако каждый сорт ежевики требует к себе и специфичного подхода. Описываемая культура, как упоминалось выше, характеризуется активным ростом. Поэтому зелень на кусте формируется очень быстро. Урожайность растения средняя, но хотелось бы повысить ее. При формировании куста главное не обрезать его слишком коротко. Как ни странно, на ягоды положительно влияет некая загущенность зарослей. При высаживании стоит придерживаться расстояния между посадками в 1,2-1,5 метра. В этом случае урожай будет значительно выше, чем при выращивании с расстоянием в 2-2,5 метра. Трипл-краун опытные огородники советуют выращивать на дачном участке. Ряды обычно формируют через каждые 2,5 метра. Если вы живете в северных прохладных регионах, есть риск того, что ягоды не успеют созреть до сбора урожая. Поэтому при формировании кустов весной стоит обрезать их практически под корень. Второстепенных стеблей нужно оставлять как можно меньше, так как растение будет тратить все силы не на формирование зеленой массы, а на созревание ягод. В целом же условия ухода сходны со стандартными. Расстояние между особями для бытового выращивания должно составлять около 2-2,5 метров. Грядки же формируют почти через 3 метра. Растения уплотняются в грунте и подкармливаются. Облегчить вес культуры поможет ее приучение стелиться по почве. Когда культура достигнет высоты 0,4 метра, побег стоит пригнуть и закрепить на земле при помощи скобы. Такое крепление снимают весной, когда высота куста будет составлять 1 метр. Ранней весной, после полного схода снега, в грунт вносится удобрение, комплекс минералов, в том числе азота. После можно удобрить фосфорноазотно-калийным комплексом, контролируя количество азота, который отвечает за формирование зеленых частей растения. Окончательное формирование куста происходит весной. Побегов оставляют столько, сколько требуется, желательно 8-12. Однако для ускорения созревания и укропнения ягод стоит оставить меньший стеблей. Плотная высадка и подвязка к высокой опоре, как свидетельствуют многочисленные отзывы, идеально подходит для трипл-кроун. Выращивая ежевику таким образом, можно получить гораздо больше урожая. Высота опор должна составлять не более 2 метров. Верхняя проволока должна крепиться на высоте 1,6-1,7 метра. Те стебли, с которых уже собран весь урожай, необходимо ликвидировать, а молодые снять со шпалера и уложить на землю сразу после формирования плодов. Перед морозами стоит укутать растения агротехнической тканью невысокой плотности, сложив ее вдвое. Такого утепления растений для регионов с умеренным климатом более, чем достаточно. Применимые подручные материалы, которые обычно используют при выращивании винограда. Итак, сорт ежевики трипл-кроун имеет ряд преимуществ, поэтому он обрел сегодня значительную популярность.